15-та година, лайка! Санни! Стартап шоу на М1! И сегодня мы также будем проверять, а именно, ваши знания, квести, как заменить их на библиотеки и вообще курсовые. Открываем секреты, из-за какого фейла Джеки Чан попал на страницу книги рекордов Гиннеса. А также будем спілкуваться и с основником Телепортуса. Это такой специальный проект на стартап и звать его Артем Зубкович! Артем Зубкович, співсосновник проекту Телепортус. Это платформа, с которой транслюются такие известные события, как конференции, мастер-классы, лекции успешных персон, как из Украины, так и из-за кордона. Привет! Мы очень рады тебя видеть, на самом деле, потому что к нам действительно приходят юные, молодые, креативные, мало того, еще и научные, и такие вот прямо осведомленные в отраслях наук всяких разных. Скажите, пожалуйста, как вы получили такие знания и как их использовали для того, чтобы започаткувать этот стартап? У меня есть партнер, мы познакомились, в принципе, по работе, и я по работе основной дизайнера. И это был мой замовник, мы начали работать, один проект, другий проект, третий проект, начали общаться, стали друзьями. Один прекрасный момент, сталося, была стартаперин, организовывая передачу, это был Игорь Ман, он рассказывал про маркетинг. Нам не вышло поехать, в последний момент нам рассказывали про то, что будет онлайн-трансляция. Мы сдували, классно, вау, и мы сидели, дивились. Но таких трансляцій, на жаль, очень мало скрізь. Все же таки, вернемся к вопросу, какую сферу своих знаний ты использовал для запуску стартапов? В первую очередь, дизайн, в другую очередь, это вообще запуск таких проектов. Сколько нужно платить, чтобы посмотреть конференции? Это зависит от того, сколько стоит конференции. Если конференция бескоштовная, трансляция бескоштовная. Если конференция, например, 300 гривен в хит, то онлайн-трансляция заключается на 60-70% дешевше. Как будет выглядеть навчание в будущем? Однозначно, мы никуда не днемся до флайна. Однозначно, люди будут приходить, спілкуватися, треба бачить. В интернет все не піде. Но, я думаю, початковая освіта полностью пройде на онлайн. И постійні курсы, 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 курсы. Люди с гаджетами, люди с iWatch'ами, они будут отримувати знания нон-стоп. Как ты думаешь, в Украине, в Киеве, тебе добре знают, саме ваш стартап? Так. Сейчас мы будем проверять, потому что мы с лайком напрямуем на улице и будем спросить наших глядачей, что они знают, что такое Телепортус. Чи брали, когда-нибудь, участь в онлайн-конференциях? Майже нет. Не доводилось. Колись брали. Сколько вы заплатили за онлайн-конференцию? 500 гривен. Одну гривен. Как бы интересный спикер. Можно 500 гривен заплатить. А какой спикер вас интересует больше? Онлайн-конференция. Если есть варианты, можно выбрать кого-то. Кто угодно. Европейский или американский спикер. В связи с фэшеном. С веселым чувством юмора. Вы слышали когда-нибудь про проект Телепортус? Телепортус, честно, понятия нет. Вы, извините, что? Я вас не понял. Телепортус? Даже нет уявления. Технологии очень далеко от будущего. Какаясь телепортация. Сейчас я тут, а через 5 минут уже в другом, на Майами. Багато людей думают, что Телепортус – это программа для телепортации. И, кажется, действительно, очень мало людей занимаются тем, что находятся перед своим гаджетом и смотрятся на полезные вещи и учатся перед своим монитором. Скажи, пожалуйста, что нужно поменять для того, чтобы люди больше времени проводили в учебнике? Нужно, наверное, увеличить количество хабов, где они могут получать знания. Вот, например, Лавика желает включиться к вашей конференции. Она заходит на вашу страницу. Что дальше нужно? Все, регистрация и следовать за анонсом. Какая самая максимальная стоимость лекции у вас была? Вытягай из него. Максимальная, кажется, 300 гривен. Ага. Ну, вы достигнули успеху? Ну, конечно, мы провели уже 50 трансляций с известными спикерами, познакомились, напрацювали уже величезную базу партнеров коворкингов. Это бизнес-школы, это коворкинги, это спільноты, бизнес-спільноты. А вам нужна еще для этого какая-то специальная техника для трансляции? Да, это... Ну, смотрите, мы транслируемо взагалі, это очень динамичная займка, максимально наплеженная до ТВ формату. Это минимум две камеры, это все режиссируется в реал-тайме. Это окремо мы подключаем звук, мы окремо вводим презентацию спикера, чтобы ее можно было классно разглядеть. И мы окремо вмикаем скайп-включение, если, например, спикер хочет задать вопрос, або ответить на вопрос. А сколько людей как раз готовят такую презентацию, прямую трансляцию? Если брать саму техническую команду, оператори, режиссеры, то это минимум четверо людей. Какая статистика, сколько вас дивится? База нараховывает уже более 5000 активных производителей, а дивляться, в целом, так мол, это 24-32 лет. И, по словам, в будущем, действительно, у нас очекает очень разумная страна Украина. Конечно. Друзья, проект «Идея Икс» также посвящен знаниям и обучению. На этот раз участники думают над такими вопросами, как... Как можно сменить вузы и школы, чтобы отримать опыт уже в час навчания? Далее. Какие идеи или нововведения могут сделать навчание продуктивным и интересным? И до этого, как помогать молодым вызначитесь с местом навчания и працевлаштования? Интересные идеи мы озвучиваем каждую пятницу. И для того, чтобы предложить самую крутую, на самом деле, может, даже и вашу, мы будем слышать вас и рассматривать ваши идеи. Поэтому подключайтесь, пожалуйста. И не вымыкайте сегодня в каком разе, потому что за 55 минут мы повертаемся с Лавикой мной и Артемом в студию, для того, чтобы допытываться дальше до вопросов, которые касаются навчания. И при этом мы еще дознаемся про все фейлы Тавины Джеки Чана. Ну а еще не забывайте про конкурсную программу, точнее, Викторину. Лайка уже и готовит. Просто будьте с нами и проводите фаново и смартово этот день. Встречаемся через час на М1. Субтитры подогнал «Симон»